Его выбросили в мусоропровод в пластиковом мешке, с 19 этажа. Дворник, который вынимал из бака мусор, вдруг заметил, как один из пакетов еле заметно зашевелился. Внутри оказался пес, который больше походил на живой труп. Когда беднягу передали спасателям, он не мог не то что встать на ноги, но даже поднять голову. В ветеринарной больнице собаку осмотрели и вынесли решение, у него нет шансов выжить, гумания всего усыпить пса немедленно. Однако в этот момент Питбуль, вдруг посмотрел на волонтеров таким взглядом, что они решили бороться за его жизнь до конца. Патрик, а именно так, как позже выяснилось, звали пса, был истощен до крайности. Тело его покрывали язвы, он все время дрожал, ведь на косточках собаки не было и грамма жира, чтобы согревать ее. Самое страшное было то, что ему нельзя было дать еду. Желудок собаки буквально сохся, и не был способен переварить пищу, поэтому сначала псу вливали питательные вещества внутривенно. Позже, крохотными шагами Патрик стал продвигаться к выздоровлению. Он начал есть и пить самостоятельно. Но даже когда он крепко встал на лапы, психологическая травма пса, дала о себе знать в полной мере. Он не мог поверить, что эти люди не станут издеваться над ним. Словно жатая пружина, Патрик держал в себе всю свою невостребованную собачью ласку, и не доверял никому. На пса было невозможно смотреть без слез. Он подолгу лежал без движения в углу помещения, а когда его выводили на прогулку, Патрик жался к деревьям, и быстренько сделав все уличные дела, уходил назад на свою подстилку. И лишь его будущая хозяйка, Патриция Скавели, смогла завоевать его сердце. Она и ее муж решили забрать к себе Патрика, и окружить его искренней любовью. Когда пса выписывали из клиники, все работники провожали его с большой радостью и даже цветами. Мало того, люди из разных концов страны, зная его историю из соц. и видеосюжетов, присылали Питбулю подарки, корм, одежду, разные мелочи. Что же касается хозяина, а точнее хозяйки, Патрика, то ее нашли очень быстро. 28-летняя Киша Куртис была арестована и предстала перед судом. Правда женщина утверждает, что не бросала собаку в мусоропровод, а просто оставила ее привязанной на лестничной площадке, в надежде, что кто-то заберет его к себе. По ее словам, она не могла больше заботиться о питомце по семейным обстоятельствам, и к тому же ей нужно было срочно уехать на неделю. Однако врачи, выхаживавшие Патрика, утверждают, что его состояние не было результатом недельного голодания. Скорее всего собаку мучили голодом, не один месяц, к тому же не оказывая ему должного ухода. Но как бы там ни было, теперь пес счастлив и здоров.